Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами студентка Академии Святителей Алексея Мария Максимова. В эфире программа «Духовные ценности». И мы беседуем с ректором Поволжской Академии образования и искусств имени святителя Алексея, директором гимназии всех русских святых, протеерей Дмитрием Лескиным. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, Мария! Отец Дмитрий, в этом году День Петра и Павла православные христиане отметили 12 июля. Расскажите, пожалуйста, об истории этого праздника и есть ли какие-то особенности проведения службы в этот день? В середине лета мы отмечаем День Петра и Павла. Это один из таких очень известных летних праздников, древних праздников, потому что, можно сказать, второй в истории пост после Великого поста появился именно в канун Дня Петра и Павла. Сначала он был не таким продолжительным, но а сейчас он может длиться даже столько же, сколько рождественский пост, то есть около 40 и даже чуть больше дней, если Пасха ранняя. Но если Пасха поздняя, как в этом году, то и пост очень короткий, потому что у него начало зависит от праздника Пасхи, Троицы, через неделю после Троицы он начинается, а заканчивается он всегда по новому стилю 12 июля. Он посвящен двум первоверховным апостолам, то есть ученикам Иисуса Христа. Притом судьба их абсолютно разная. Апостол Петр — ближайший ученик Господа, который был призван одним из самых первых, который следовал за Господом Иисусом Христом в течение всех последних лет его жизни. У него были свои искушения и испытания. Мы помним, как он трижды отрёкся от Господа, а потом воскресшим Спасителем был трижды прощён. И мы знаем, что вот западная традиция его даже называет князем апостолов, у нас мы его называем первоверховным апостолом. Он был, можно сказать, тем голосом апостольской общины, наиболее авторитетным и наиболее важным в первые десятилетия христианства. Жизнь свою он закончил в Риме. И, может быть, это единственное, что напоминает в его биографии судьбу апостола Павла. Потому что апостол Павел был совершенно из другой среды. Он был фарисеем, книжником, то есть человеком, получившим высшее богословское образование. А Пётр был простым рыбаком. Он был гонителем христианства сначала. И потом, уже после того, как Христос воскрес и вознёсся на небеса, апостол Павел, тогда его звали Савл, был призван Господом. И вот это резкое, неожиданное изменение, когда из гонителей он превратился в ревностных последователей христианства, многим было непонятно. Но, тем не менее, эта обращённость апостола Павла ко Христу не вызывала никаких сомнений. Его искренность, его цельность, его мужество, его огромная энергичность, подумать только, он четыре путешествия по необъятной Римской империи совершил с проповедью Слово Божие, сделало его также первоверховным апостолом. Хотя в земной жизни он с Иисусом Христом не встречался. И он умер, и мученически умер. Ему была отрублена голова тоже в Риме. И вот Петра и Павла мы отмечаем в один день, 29 июня по старому стилю, или 12 июля по новому. И, конечно же, во всём христианском мире, и далеко не только в православном, память апостолов исключительно высока. И протестанты их почитают, хотя у них нет почитания святых, но, тем не менее, наследие, потому что и Пётр, и Павел, они оставили после себя письменное наследие. Это основа Священного Писания, основа Нового Завета. Конечно же, их почитают и католики, тем более мощи Петра и Павла хранятся в Риме. Вот что касается Руси, то всегда Пётр и Павел очень почитались. Было много и традиций, и народных наблюдений, связанных с этим праздником. Например, что день Петра и Павла уже день на час убавил. Но на самом деле это праздник апостольского свидетельства. Это праздник учеников Христа. А все мы призваны быть учениками. И вот поэтому, конечно, хочется всем пожелать, особенно учащейся молодёжи, читать и поглубже изучать наследие святых отцов. И в первую очередь священное Писание. А послание апостола Петра и апостола Павла, как я уже сказал, это сердцевина всего библейского корпуса. Поэтому дай Бог нам почувствовать, читая эти произведения, настоящий дух Евангелия, настоящий дух веры христианской, которой весь мир не может противиться. Спасибо большое, батюшка. 28 мая в Академии прошла научно-практическая конференция «Древо сини как основа российской цивилизации». Это одно из многочисленных мероприятий седьмого молодёжного православного слёта, поддержанного фондом президентских грантов в рамках проекта «Благодатное лето» Жигули 2024. Также завершающий день слёта прошёл на природе вселета Шёлка. Батюшка, расскажите об этих событиях. Да, уже определённое время прошло, но, я думаю, воспоминания о них согревают сердца многих студентов. Ну вот начнём с того, что вот этот слёт мы проводим тоже в преддверии, как правило, фестиваля «Благодатное лето» Жигули. Мне уже в этой студии пришлось рассказывать и о первом, и о втором заезде нашего лагеря детского православного и фестиваля «Благодатное лето» Жигули. Но вот перед этим мы всегда собираем студентов, общаемся с ними на педагогические темы, культурно-исторические, и выбираем иногда площадку за пределами академии. И вот в этом году мы съездили в село Ташёлка, в Сосновку, познакомились с новым парком природным, Альпопарк он называется. И кто не был, рекомендую обязательно посмотреть, посмотреть, посетить его на природе нашей традиционной русской природы, на берегу небольшого, но очень уютного пруда, под сенью деревьев. Вот мы так знакомились и с животными, которые там живут, и обсуждали некоторую проблематику. И это очень интересно, очень здорово. Это прежде всего работа на сплочение, на общение детей и взрослых, преподавателей и студентов. Ну а что касается конференции, про которую вы вспомнили, это действительно одно из мероприятий всего года семьи. Ведь в этом году мы особенно должны многое не только думать и не только говорить, но и делать что-то в защиту, в поддержку семьи. И не для галочки делать. Потому что сейчас перед нами стоит огромнейший вызов, быть или не быть. И от сохранения семьи, от того, сможем ли мы в этом отношении преуспеть, зависит исключительно многое. Почти всё для судьбы нашей страны. И молодые люди это тоже должны понимать. Вот поэтому в стенах Академии мы провели вот такое мероприятие, где разговаривали о семейном древе, и о родовых ценностях, и о семейных ценностях, и о демографических вызовах. Тем более у нас сейчас просто развернулась настоящая демографическая катастрофа. И хотелось донести до всех определенную информацию, поделиться своими мыслями. И мне пришлось выступать. И я очень рад, что нас посетили и наш градоначальный, глава городского округа Тольятти Николай Альфредович Ренц. Нас посетил епископ Тольятинский, Жигулевский Нестор. Мы с нашими коллегами, например, из Тольятинского ЗАГСа обсуждали общую проблематику, потому что они также обеспокоены тем, что происходит сейчас. И все-таки главными слушателями и участниками этого процесса мы хотели, чтобы стали молодые люди, потому что им создавать семьи, им рождать и воспитывать детей. И, соответственно, нельзя отнестись к этому делу как к какому-то вторичному или третьему, намного менее значимому, чем карьера, удовольствие и прочее. Глубоко убежден, и мы старались на этой конференции всем донести это, и я думаю, мы единомысленники здесь, по крайней мере, со студентами наших учебных заведений, что семья – это высочайшая ценность, в которой и радоваться, и печалиться, и побеждать, и претерпевать испытания, конечно же, легче и правильнее, чем в одиночку. Спасибо, батюшка. Отец Дмитрий, недавно гости из города Побратима Бобруйск посетили Академию святителей Алексея, гуманитарный колледж, Тольяттинскую классическую гимназию, и обсудили возможности сотрудничества и взаимного культурного обмена. В рамках реализации грантового проекта уже предстоящей осенью наши студенты отправятся в путешествие в Республику Беларусь, где проведут Дни русской культуры. Батюшка, расскажите подробнее об этих проектах и событиях. Да, действительно. Во-первых, очень здорово, что на протяжении многих десятилетий есть такой институт, как Побратимство между городами. И вот у нас, у города Тольятти, есть свои Побратимы в разных странах. В том числе у нас есть свой город Побратим в Республике Беларусь. Это упомянутый вами Бобруйск. А вот у Самары есть тоже свой город Побратим в Республике Беларусь, как и в других странах, это город Могилёв. И, соответственно, учитывая, что нам предстоит вот это большое турне, в рамках которого мы хотим показать нашим собратьям, нашему, можно сказать, единокровному народу, потому что белорусы, их даже нельзя считать просто братским нам народом. Фактически это единая культура, единая цивилизация, единый народ. Он три единый народ. Увы, сейчас третья часть, это украинский народ, мы находимся в состоянии очень глубокой и скорбной розни. Но мы верим, что и это будет преодолено. И вот всенародно, всемирно, всезвездно, как сказал в своё время Максимилиан Волошин, просияет правда твоя, Русь святая. И вот действительно, вот с этой задумкой мы едем в Беларусь, чтобы поделиться, с одной стороны, то, что знаем сами, умеем и показать. Это будут и театральные постановки, это будут ремёслы, это будет народный русский костюм и прочее, и прочее. Это будет и песня, и танец. А с другой стороны, конечно, воспринять. Мы будем там и этнические деревни посещать, и знакомиться с народным наследием, которое, кстати, очень тщательно и очень бережно сохраняется в Белоруссии. Это очень здорово. У нас будет большое турне. Мы посещаем Минск, посещаем Полоцк, посещаем Витебск, посещаем Могилёв и Бобруйск обязательно. Несколько концертных программ там будет и различные формы общения. И действительно около 50 человек, ребят, это и студенты, это и некоторые гимназисты избранные, это и профессорско-преподавательский состав отправляются в это путешествие в сентябре. А то, что вот накануне уже каникул к нам приезжала делегация из Бобруйска, и мы обсудили формат и этого путешествия, ну и вообще форматы нашего взаимодействия, и нашли множество точек соприкосновения, это очень здорово. Вот глубоко убеждён, что мы должны познавать и свою собственную страну, и братские нам страны чувствовать себя причастными к этому единому и прекрасному процессу. У нас, что касается Белоруссии, у нас одна вера, у нас одна национальность, у нас множество общего в наших культурах, а это значит, что нам исторически и Богом суждено быть вместе. Спасибо большое, отец Дмитрий, за эту интересную беседу. И вам всего доброго, и храни Господь. Это была программа «Духовные ценности». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова